Здравствуйте! На библейский портал Гезгет пришел вопрос. Редко причащаюсь, так как считаю себя недостойным. Действительно, мы все недостойны причастия тела и крови Христовых, и об этом надо помнить и никогда не забывать. В тот день, когда я буду считать себя достойным причастия, пришла беда. Значит, я потерял связь с Богом и не вижу своих грехов. Но очень важно понять, что Священное Писание называет недостойным причастием. Это первое послание Коринфянам апостола Павла, 11 глава. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот этот отрывок с 27 по 32 стих, если мы его внимательно прочитаем, мы увидим, что недостойное по мысли апостола Павла причащение состоит из двух вещей. Первое — это отсутствие рассуждения о теле Христовом и крови Христовых. Когда мы не погружаемся через созерцание в то великое, что нам предлежит. Поэтому само последование к Истовому причащению — это и молитвы, и как раз рассуждение, и созерцание. Поэтому само последование к Истовому причащению надо обязательно, медленно, глубоко, с умом и сердцем прочитать. Это и будет рассуждение. А второе, что апостол Павел говорит, это когда человек себя не судит. То есть когда у человека нет сокрушенного сердца, когда у него нет покаяния. Вот если нет покаяния, причащаться нельзя. Действительно. А все остальное, все остальное, наверное, надо понять, что есть условия, ну, не достойного причащения, скажем так, а условия, при которых мы можем приходить ко святой чаше и надеяться на милость Божия. Первое — это как раз сокрушенное сердце. Второе мы видим — это созерцание и размышления о теле и крови Христовых. Третье — это правая вера. Четвертое — это по возможности мир со всеми. Мы должны попробовать со всеми помириться и все от нас сделать, чтобы это состоялось. И пятое — это евхаристический пост с двенадцати ночи. В том числе это пост в супружеских отношениях тех, кто в браке. Вот это условия причастия. А все остальное, все остальное — это инструменты для достижения сокрушенного сердца. Несколько дневный пост, чтение канонов, богослужения — это для того, чтобы собрать в себе сокрушенное сердце. И вот если собрал, то и с верой иди причащайся, и ты увидишь, что когда ты часто причащаешься, ну хотя бы раз в две недели, может быть, раз в неделю, раз в три недели, у каждого по-разному, то ты совершенно по-другому духовно живешь. Потому что все-таки мы приходим в церковь за дарами, чтобы Господь вошел в нас. Господь говорит, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, жить будет мною. Вот эта Христовая жизнь, вечная жизнь, Царство Небесное, по-разному можно это назвать, она входит в человека вместе с телом и кровью Христовым. Человек начинает по-другому жить. Если я редко причащаюсь, я лишаю себя этой жизни, потому что источник этой жизни — Бог. Я сам ее не могу создать. Поэтому это такой, вы знаете, самообман. С одной стороны, да, мы все недостойны, так и надо подходить к причастию. С другой стороны, если я редко причащаюсь, жизни Христовой во мне не будет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.